Бейсбол, бокс, дзюдо. По этим спортивным направлениям готовят ребят в детско-юношеской спортивной школе номер один. Здесь мальчишки и девчонки разного возраста серьезно тренируются. Большой популярностью пользуется дзюдо, японское боевое искусство, где принципиально важна не столько сила, сколько ловкость, сообразительность и выносливость. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, одна разминка чего стоит. Бег, прыжки, кувырки – это только начало. Тренировка, где оттачивают различные приемы, еще впереди. Дзюдо учит использовать свое тело и дух в совершенстве, а потому совсем неудивительно, что это спортивное направление такое популярное. Самое многочисленное у нас отделение является отделение дзюдо. Ну и также этот вид спорта культивируется еще в четырех школах города, поэтому конкуренция приличная. И тренерский состав большой у нас на этом отделении. Но это не единственное направление спортивной школы с многолетней историей. Отметим, что в этом году учреждения празднуют свое 75-летие. Дети, которые занимаются в школе, это участники чемпионата мира Европы. К сожалению, без медалей. Лучшее достижение было – это пятое место, но тем не менее это считается высокое место в наших видах спорта. А вообще воспитанники – есть и призеры чемпионата мира Европы, есть и чемпион Европы. Поэтому школа такая, скажем так, с большой историей. Начала свое существование школа аж 1946 года. В этом году отмечает 75 лет. Поэтому история большая. Если перечислять все, что было за это время, ну это долгое время. Да, действительно, спортивных достижений немало. Одно имя Андрея Мирука – призера Европы по боксу, чего стоит. Не отстают и юные спортсмены учащиеся, которые уже прокладывают свою дорожку к вершинам. 15-летний боксер Арсений Купеню, который занимается этим видом спорта с 9 лет, совсем недавно выступал на соревнованиях серьезного масштаба – чемпионат Европы и чемпионат среди стран СНГ. После этих выступлений ему было присвоено звание мастер спорта Республики Беларусь. Бокс привела меня мечта, это олимпийская медаль. Также бокс со временем стал частью моей жизни. Спасибо большое моим родителям, в первую очередь маме и папе. Папе в первую очередь, потому что он привел меня на бокс. Мне понравилось. Сначала я занимался со взрослыми мужчинами, а потом перевели меня в группу с детьми моего возраста. Ну и пошло. Мне начал нравиться этот вид спорта. Я начал привыкать. И больше тренировок, больше результата. Фразу «больше тренировок, значит больше результата» полностью поддерживает и единственная представительница прекрасного пола в боксерской группе Яна Приходько. С виду очень хрупкая девочка, чемпионка Брестской области по боксу. Занимается Яна три года, но уже не представляет своей жизни без бокса. И эту любовь подтверждает ее упорство. Девушка ни разу не пропускала тренировки, которые проходят шесть раз в неделю. Я тренировки стараюсь не пропускать, потому что одна тренировка – это один шаг вперед, а пропущенный – это три шага назад. И даже после тяжелой учебы все равно нужно идти, даже если тебе не хочется, через силу, через все, что угодно, искать выход из любой ситуации и идти на тренировку, потому что от тебя зависит много. Ты спортсмен, на тебя надеется тренер, и то есть соревнования, вечно подготовка. И стоит как бы заниматься этим, и это классно. Бокс научил меня в выдержке, силе, дисциплине, стойкости, выносливости. Такие же качества в спортсменах воспитывает и бейсбол – еще одно спортивное направление, которое развивается в детско-юношеской средней школе номер один. Бейсбол – один из игровых видов спорта, который помогает воспитать в ребенке очень много положительных черт характера. Умение сосредоточиться, работать в команде, быстро и нестандартно мыслить, анализировать ситуацию – это лишь малая часть того, что получает спортсмен на выходе. Занимаемся бейсболом в школе с 2018 года, открыли отделение, выступаем уже на первенстве Белоруссии, занимаем призовые вторые места и стараемся становиться лучше. Бейсбол – это игра непредсказуемая. Надо думать, контролировать, принимать решения, очень быстро принимать решения. Это сложный технический вид спорта, поэтому он в Японии очень популярен. Резюмируем. Спорт воспитывает не только крепкое тело, но и сильный дух. Это на своем примере доказывают спортсмены, учащиеся детско-юношеской спортивной школы номер один. И пусть олимпийскими чемпионами станут не все, но закаленная воля и характер, безусловно, пригодятся во взрослой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова